Общественное объединение Белорусское товарищество инвалидов по зрению сегодня одна из старейших организаций Республики Беларусь. В этом году объединение отмечает свой 90-летний юбилей. Дата создания общественной организации Белорусское товарищество инвалидов по зрению считается 23 ноября 1924 года. Первоначально оно объединяло 30 человек. Главными задачами организации являлись трудоустройство и организация быта и досуга слепых. Эти высокие цели не просто сохранились и сегодня, но и приумножились. Сейчас в творчество входят 6 областных организаций, объединяющих более 19 тысяч человек. Для каждого из них созданы максимальные условия для развития профессиональной деятельности, творческой и физической подготовки. Именно поэтому день рождения объединения БелТИС для его каждого члена стало большим праздником. С этим событием всех участников торжества поздравил председатель Витебской областной организации Белорусское товарищество инвалидов по зрению Константин Константинович Ломчановский. Лепельская организация сегодня одна из лучших не только в Витебской области, но и в республике. Ваша организация неоднократно заносилась на республиканскую доску почета. Ваша организация является постоянно победителем в числе лучших организаций. Иногда вы бываете вторыми, чаще первыми в числе лучших организаций Витебской области. На вашем счету добрые дела. Ваш председатель постоянно взаимодействует с органами власти, управления. Находится на хорошем счету в Лепельском районе и Витебской области. Вы проводите значительные серьезные мероприятия. Участвуете в областных мероприятиях, республиканских мероприятиях. Проводите ваш замечательный фестиваль творчества инвалидов, который набирает, расширяет свои границы и набирает новых и новых участников. Поэтому за все вот это вам огромное-огромное спасибо. Ну и конечно мне хочется сегодня, пользуясь случаем, что всеми с вами собрались, поздравить вас с 90-летием образования белорусского товарища инвалидов по зрению. Пожелать вам хорошей-хорошей дружной работы. Пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. Пожелать вам удачи, счастья, радости и еще много-много добрых дел на благо и себя, и белорусского товарища инвалидов по зрению. Еще раз вас с праздником. Спасибо. Среди членов товарищества немало добрых, чутких, отзывчивых, милосердных людей. Для них, объединенных бедой, нет понятия чужая боль. Каждый из них не просто мужественно борется со своим недугом, но и всегда готов прийти на помощь остальным, приставить свое плечо для поддержки. Многие членов общества достойны не просто добрых слов, а самых высоких наград. Вклад некоторых членов товарищества в этот торжественный день оценили по достоинству. Заместитель председателя Лепельского районного исполнительного комитета Николай Николаевич Никитин вручил грамоты и благодарности членам Лепельской первички, а также поздравил всех с юбилеем. Разрешите мне от имени Лепельского районного исполнительного комитета, районного совета депутатов, от всех, наверное, лепельчан, поздравить вас со столь знаменательным событием в жизни вашей организации. 90-летие – это огромный путь пройденной организации, а самое главное – это огромное количество дел, которые вы совершали и совершаете. Ну и сегодня ведущие упомянули, что примерно 65 лет отмечает и организация «Лепельская». И с этой датой я тоже хочу вас поздравить. Хочу сказать огромное спасибо всем членам организации за вашу активную жизненную позицию, за вашу любовь к жизни. Вы проявляете очень много инициатив, которые заставляют шевелиться и органы власти в плане социальной защиты инвалидов. Именно по вашей инициативе проводятся многие мероприятия по созданию безбарьерной среды в городе, в районе. А сколько талантливых людей мы сегодня увидели на сцене, еще увидим, я надеюсь. И все мы знаем, что среди вас есть и поэты, и исполнители песен, музыканты, спортсмены. А то, что вы делаете своими руками, часто не под силу людям зрячим, которые восхищаются тем, что вы делаете. Огромное вам спасибо за ваш талант, за ваш труд. И хочется пожелать, чтобы ваша организация и дальше совершенствовалась, развивалась, и чтобы как можно больше членов, которые нуждаются в социальной поддержке, в поддержке именно крепкого плеча друзей, находилось в вашей организации. Всего вам хорошего. Ну и, наверное, перейдем к награждению. За активное участие и большой личный склад в работу первичной организации грамотами Лепельского районного исполнительного комитета награждаются Матырка Геннадий Егорович. Справедливо, наверное, было сказано, что то, что чем богата сегодня организация, это заслуга в первую очередь Геннадия Егоровича. Спасибо, Геннадий Егорович, вам за ваш труд и за то, что вы продолжаете оставаться активным членом организации. Наверное, было бы справедливо, чтобы следующей на сцену вышла Ольга Михайловна, так, преемник, которая надежно приняла эстафету, но должен вам сказать, что свою грамоту она получила на слете передовиков как лучший руководитель общественной организации. Поэтому я хочу, чтобы мы все ее тоже поздравили за ее активность и пожелали ей долголетия на этой долгой. А грамотой Лепельского районного исполнительного комитета награждается Кисель Валентина Михайловна. Облаушка Денис Григорьевич. Наверное, не прошло ни одного мероприятия, когда к нам приезжают гости, чтобы Денис не удивлял своим творчеством, своим талантом. Его уже знают далеко за границами нашей республики. И все всегда, кто не приезжает, тот, кто приезжает второй раз, всегда просят, чтобы дали возможность его услышать. Грамотой Лепельского районного исполнительного комитета награждается Мартынович Сергей Алексеевич. Поздравляю. Тоже должен сказать огромное спасибо за его активность. Он сегодня не только член общества, он еще и работник центра, и помогает другим, и создает тоже своими руками удивительные вещи. В этот день большого внимания и уважения заслужили и те, кто активно участвует в жизни организации. Это те мужественные и сильные духом люди, которые не побоялись трудностей и нашли в себе желание и время раскрыть свои таланты. Все члены организации сегодня являются желанными гостями различных культурных мероприятий, участниками серьезных спортивных соревнований и творческих фестивалей. Вклад этих трудолюбивых людей также был отмечен на празднике. Благодарностью Витебской областной организации и Белорусское товарищество инвалидов по зрению награждаются Гаврушин Дмитрий Валерьевич. Поздравляем вас, Белорусское товарищество инвалидов по зрению Гаврушин Дмитрий Валерьевич. личной организации. Спасибо. Димку Раиса Яковлевна. Поздравляю вас от всей души, желаю вам здоровья, успехов, благополучия и хорошей работой, вам благоволенствия организаций. Спасибо. Фидж Галвис Анатолий Викторович. Анатолий Викторович, спасибо за работу, желаю вам успехов, здоровья и действительно работой, благоволенствия организаций. Спасибо. Зеленин Федор Федорович. Фидж Галвис Анатолий Викторович, спасибо за работу, желаю вам здоровья, успехов, удачи. Спасибо. Примите, пожалуйста, благодарность и сувенир. Аккуратненько. Комаровский Геннадий Брониславович. Аккуратненько. Аккуратненько. Абсолютно. Абсолютно. Кузьмич Игорь Геннадьевич Кузьмич Игорь Геннадьевич Довольно успехов, спортивных успехов Участвуйте во всех мероприятиях, соревнованиях И работайте во благо литературной организации Примите тепло, благодарность и сувениры Спасибо Худряшова Мария Леонидовна Примите, пожалуйста, благодарность и сувениры Вам огромное спасибо за работу Участвуйте, здоровья и удачи Харбовская Роза Афанасьевна. Желаю вам здоровья, успехов. Примите, пожалуйста, благодарность сувениров и работайте долгие годы на благо лепестки. Жирносек Елена Михайловна. Денис Михайлович, вам здоровья, успехов, благополучия и работайте на благо нашей организации. Успехов вам по всем. Спасибо за работу. Мнестерук Софья Николаевна. Софья Николаевна, радуйтесь своим творчеством, здоровья вам, успехов, благополучия и долгих-долгих тех жизней. Ромивцева Юлия Арсентьевна. Примите, пожалуйста, ее благодарность, вам крепкого, крепкого здоровья, успехов, благополучия и чтобы мы с вами работали долгие годы на благо лепестки. И первичная организация. Спасибо вам. Шелковская Анна Георгиевна. Анна Георгиевна. Анна Георгиевна, поздравляю вас и вам здоровья. Гончар Нина Григорьевна. Пожалуйста, здоровья вам, успехов, благополучия. Примите, пожалуйста, благодарность. От нас тут небольшой конверт в благодарность и каждому по-своему здоровья, успехов, благополучия и удачи. И работайте во благо химичной организации, чтобы комар носа не подкашил. Теперь все вами подкашил. За активное участие в жизни организации и оказание всесторонней помощи людям с ограничением зрения, благодарностью Витебской областной организации общественного объединения Билтис и денежными премиями награждаются волонтеры организации Голубкова Дарья Геннадьевна. Комаровская Ольга Константиновна. Комаровская Ольга Константиновна, спасибо вам за ваш труд, бескорыстный, добросовестный, успехов вам и давайте сотрудничать долгие годы. Спасибо. Мартынович Людмила Владимировна. Мартынович Людмила Владимировна, спасибо вам за ваш труд, за вашу помощь. Помогайте Витебской организации, вам огромное благодарность. Спасибо большое. Мартынка, Мартынка Анна Ивановна. Дорогая Анна Ивановна, вручаю вам вот эту благодарность, небольшой конверт. Я очень рад, что вы с вами сотрудничаете, что сегодня, когда говорили о работе Геннадия Егоровича, мы понимаем, что там и ваша заслуга и только вашего труда. Поэтому вам, крепкого, крепкого здоровья, успеху благополучия и чтобы мы еще не один юбилей вместе справились в этом замечательном клубе. Общественное объединение Белтист для всех его членов, безусловно, стало вторым домом. Дружная, уютная атмосфера, ответственные и понимающие руководители, забота со стороны государства и простое человеческое общение сделали жизнь слабовидящих людей намного интереснее. Теперь, благодаря поддержке и вниманию, проблемам и боль, эти люди переносят легче. Наша работа на виду, скажем так. Вы сами знаете прекрасно, как мы ездим и на Тур-Следах, и на Рудзит, на Брян-Ринг Республиканский мы ездили. Вот буквально в прошлом году, в конце прошлого года мы ездили на Брян-Ринг Республиканский. Мы там заняли пятое место. На областном вот уже два года подряд, вот 13-й, 12-й год мы были вторые на Рудзите. Так что наша работа на виду, и видно сразу, и везде участвуем в районных мероприятиях. Наша мальчишка, Блаушка Денис, даже на международном конкурсе взял пятое место, как солист-вокалист. Так что работа идет, работа, как говорится, не стоит на месте. За вот эти вот, как у нас, нам 65 в этом году, и работа вот на виду. Все, буквально, мы, как говорится, мы в районе не из последних, нам не стыдно за себя и за свою первичку. То, что вот как-то и район помогает, предприниматели наши, спасибо, оказывают спонсорскую помощь на разные, как говорится, приведения, мероприятия наших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова